Дай почитать. Таффити и «Летающая корзина», Таффити и «Малыш-великан», Таффити и «Старинный клад». Автор Юлия Беме, литератор, музыковед, редактор телевизионной детской программы, а замечательный художник Юлия Гинзбах, прекрасный иллюстратор. Итак, это семейство сурикатов. Деда, бабушка, братья Таффити, Туту и Боба и неизменный друг, свинка-кисточка. Однажды портрет прапрапрапрапрапрадеда накренился и было найдено за портретом письмо о том, что семья давным-давно нашла клад и затем спрятала его. Таффити и Кисточка решаются на отчаянные поиски клада. Опасный мистер Гуао, ястреб, спит и видит, как бы слопать Таффити. Но Кисточка прячет своего друга под круглым животиком. Лев кинокофи грозится их съесть, но друзья, проявляя хитрость и милосердие, остаются в живых и, в конце концов, находят клад. Но оказывается, что среди золота живет мышиное семейство, даже не помышляет бросить свой облитый золотом домик. Выход из сложившейся ситуации находит бабушка и Кисточка. Все заканчивается объединенным чаепитием. Сурикаты, многочисленное мышиное семейство, Кисточка, практически как в жизни, толерантность, мир, любовь и дружба. И так отправной точкой стало письмо от прапрапрадеда, а в нем самая настоящая карта сокровищ. О чем еще можно мечтать? Клад его поиски, опасности, находчивость, сострадание, взаимопомощь, доброта, понимание. Именно об этом трогательная, веселая книга Юлии Беме и художницы Юлии Гинзбах. Сурикаты и свиньи. Как это симпатично. Ноль плюс. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч. Дай почитать. Субтитры подогнал «Симон»